Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать поденку, которая будет выполнена из искусственных материалов. Учитывая то, что сейчас у нас на Украине проводится конкурс по вязанию мушек, я дам небольшое разъяснение, так как мои подписчики и друзья меня просили. Значит, вот такую мушку можно изготавливать из пера CDC, используя вот такие всевозможные наборы. Даббинг CDC, тогда она будет натуральная. Микрофибру, чтобы изготовить хвостики. Ну и все другие элементы для того, чтобы изготовить такую мушку для конкурса. Я вам сейчас просто покажу, как можно изготовить обыкновенную ловчую муху, используя вот такие материалы, которые имеются у нас в магазинах, или же можно заказать в интернет-магазине. Довольно-таки удобный и хороший материал. Я сделал заготовочку. Крючок взял с подходящих размеров, ну, немножечко больше, чтобы вам было видно. Развел, закрепил двух цветов антрон. Я взял вот такого флюо и две полосочки вот такого цвета. Поделил пополам и закрепил, изготовил хвостик, используя бородки барсука. Если нет, можно использовать перо фазана, или же, допустим, выдрать с кисточки для бритья, если у вас других материалов нет. Ну и закрепил кусочек для сегментации обыкновенного люрекса. Теперь давайте изготовим. Тело, цвет, расцветка, может быть, вы уже подберете для своих конкретных целей. Я взял вот такой цвет. Он здесь вроде бы написано как песочный, но он ближе к кремовому цвету. Поэтому очень даже хорошо подходит для изготовления тел моих веснянок и паденок. Крепим его по всей длине, чтобы не было у нас комков и неровностей. Подтянули и аккуратненько теперь движемся к нашему хвостику. Вот так будет достаточно. И уводим теперь нашу нить там, где будут у нас изготавливаться грудка и лапки. Нам теперь необходимо, как обычно я показывал, слегка натянуть нам наш материал, подровнять бородки, чтобы они не топоршились. И сделать вот такой жгутик. Мы с вами изготовили тело, как видно, вот вам будет. И просегментировали его люрексом. Я проматывал полностью все, как вот оно у меня имеется, по цевью. И прошел между крылышками. Немножко не симпатично, но в то же время плавучесть достаточно хорошая. Поэтому я больше беспокоюсь о плавучести, чем о симпатичности в данный момент. И закрепил более-менее подходящее вот такое белое перо. Значит, лапки можно еще изготавливать. Если сделать даббинговую петлю, и вот имеется вот такой черный материал, можно из него изготовить лапки. Можно намотать перышко CDC. Имеется вот такая шкурка, с которой тоже можно взять остевые волоски и изготовить ножки. То есть вариантов изготовления больше, чем достаточно. Давайте изготовим ёршик и посмотрим, что у нас получилось. Изготовили ёршик. Я крылышки не подрезал. Капнули немножечко лака. И, как вы видите, вот такая у нас поденка, которая достаточно уловистая. И по величине она подходит вполне соизмеримо с нашими насекомыми. Готова к работе. Пробуйте с материалами. Довольно-таки уловистая приманка практически для любой рыбы, не только белой. Благодарю за внимание. До скорых встреч.